Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире программа «В ритме времени» с вами я, ее ведущая Екатерина Фарисея Ермакова. 25 мая 2017 года с рабочим визитом в Сергиевский район посетил заместитель председателя правительства Самарской области, министр сельского хозяйства и продовольствия губернии Алексей Попов. Вместе с главой нашего муниципалитета Алексеем Веселовым они посетили некоторые сельские угодья, а также побывали на последнем звонке в Серноводской школе. Но начнем по порядку. Сейчас мы находимся на территории предприятия «Агроальянс». Это сельское поселение Антоновка. За моей спиной озимые всходы о них и пообщался с главой муниципалитета, в первую очередь, министр сельского хозяйства. «Агроальянс» – рекордсмен области по итогам уборочной кампании 2016 года. Урожайно-зерновой группы вывело это предприятие на первые строчки благодаря грамотному передовому подходу к ведению хозяйства, к рачительному отношению к технике и людям, начиная с 2008 года, с основания. Его поля площадью около 6 тысяч гектаров раскинулись по территориям поселений Антоновка, Кармала-Деляково, Сергеевск, Серноводск. Это лишь один из представителей аграрного дела Сергеевского района. Для сельхозсферы сейчас еще идет непростая пора – посевная. Погода в этом году испытывает на прочность всю Самарскую область. Весенние работы затягиваются из-за обильной влаги в почве и из-за осадков. Холодный май, холодная весна затяжная – она к хорошему урожаю. Поэтому мы не будем уповать, конечно же, на приметы. Тем не менее, так как складываются погодные условия в этом году, они, естественно, не похожи ни на один другой год. Но по всей территории области складываются достаточно благоприятные погодные условия по запасу влаги. Пока агротехнические сроки сева, культур, они еще не упущены на территории. И на сегодня максимально оперативно нужно, чтобы хозяйство всех сельских районов произвели весенние полевые работы, посевные работы на высоком уровне в максимально сжатые сроки. Сергиевский район, он буквально там несколько дней остает, допустим, если говорить по чисто климатическим условиям от очень южных регионов. Он идет в рамках тех показателей в среднем, как и по области. Здесь практически на сегодня уже более 80% засеяно всех культур. И я думаю, что в течение 3-4-5 дней весенние полевые работы по посеву будут завершены в полном объеме. Я знаю, что уже начата подготовка паров, это хороший задел под урожай уже будущего года. И на сегодня и те технологии агрокультуры, которые есть на территориях нашей Самарской области, в частности в Сергиевском районе, конечно же, нам позволяет рассчитывать на хороший урожай, на хорошую прибыль наших сельхозпредприятий и на устойчивую работу всех предприятий в целом. Всего же в нашем муниципалитете посевная кипит в 12 сельхозпредприятиях и 24 крестьянско-фермерских хозяйствах. 108 тысяч гектаров пахотных земель дадут урожай в 2017 году. А к весеннему севу аграрии приготовили около 5000 тонн семян, среди которых и элитные сорта. В Сергиевском районе уже вовсю работают и по химической обработке посевов. Все необходимые препараты были завезены на предприятия вовремя. А еще 25 мая практически во всех школах Сергиевского района прозвенел последний звонок для 154 11-классников и 391 9-классника. А в школе Серноводска 2017 год и вовсе особенный она отмечает свой 170-летний юбилей. Здесь на линейке также побывали глава Сергиевского района и заместитель председателя правительства Самарской области. Гости осмотрели учебное учреждение, обратив внимание на отличную сохранность здания после капремонта, уникальный музей подлинных документов и свидетельств о событиях Великой Отечественной войны, обилие информационных стендов патриотической тематики, оснащенный кабинет релаксации для детей. Посетила делегация и первый в Сергиевском районе кадетский класс. Здесь присутствующие пообщались с курсантами и даже вспомнили школьные годы. В мастерстве сборки-разборки автомата на время зам предправительства губернии не уступил кадету, подав таким образом достойный пример для подражания. Торжественную линейку открывали бальным танцам по традиции прошлого века также курсанты. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выпускникам 2017 года благоволила погода. Поддерживали родные и близкие. Эта линейка собрала вместе и первоклашек, и средние классы, и выпускников класса 9-го. Но особое внимание, конечно же, было к тем, кому совсем скоро предстоит единый госэкзамен. Замечательный добрый праздник, последний звонок. Немножко где-то грустно у ребят, у которых заканчивается учеба в стенах этой родной школы. Уже здесь прожито очень многое. Выпускные экзамены впереди, конечно, это сложно, ответственно, нервозно немножко. Но, ребят, поверьте, все проходит, все познается в сравнении. Я уверен, что вы пройдете этот сложный первый жизненный экзамен, получите достойные результаты. И самое главное, наверное, в жизни определиться с дальнейшим путем, куда идти, куда двигаться. В любом случае помните свою родную школу, помните своих учителей, наказы родителей. Это вам поможет по жизни. Я вас поздравляю с этим хорошим праздником. Искренне всем желаю удачи, хорошего настроения и крепкого здоровья. С праздником! Такие уверенные пожелания звучали не случайно. Не первый год выпускники Серноводской школы по результатам ЕГЭ обгоняют областные цифры. Эти юные серноводцы – постоянные участники и призеры научно-практических конференций, конкурсов, олимпиад и спартакиад. Такой молодежи всегда гордилась село и губерния. Как бы грустно не было выпускникам слышать свой последний звонок, все равно это еще один этап. Это еще один шаг на вашем пути вперед. Молодые, самые юные, как сказали выпускники, закончив первый рубеж начальной школы, вступают в очень интересный мир познания, будущего познания школы, познания мира. И у них еще все впереди. У девятых классов стоит выбор. Выбор между дальнейшим образованием в стенах этой школы и получением среднего профессионального образования. И сегодня такие возможности представляются не только на территории Сергиевского района, на территории всей Самарской области и прилегающей территории. Наша задача – создавать те условия для того, чтобы они получали достойное и качественное образование, среднее профессиональное образование. Ну и, конечно же, наши выпускники. Ваш выбор, я уверен, он уже есть. Вы определили для себя, какие сдавать итоговые испытания. Вы, наверное, уже определили свой выбор в дальнейшем, в своем получении высшего образования. И поверьте, вы нам очень нужны. Вы нужны сельским территориям. Вы нужны Самарской области. Ваши знания и умения, приобретенные в будущем, помогут дальше развивать наши территории и укреплять Российскую Федерацию. Мы на вас верим, мы на вас надеемся. В этот трудный период итоговых испытаний, безусловно, мы должны их поддержать, помочь. И я уверен, что они с блеском пройдут итоговые испытания. Разрешите от имени правительства Самарской области пожелать вам дальнейших успехов. Пожелать здоровья, добра и счастья ваших семей. И всем, кто будет проходить итоговые испытания, ни пуха, ни пера. На этой линейке из рук высоких гостей лучшие ученики и спортсмены получили почетные грамоты, ценные подарки. Курсантам были присвоены звания старших кадетов. И по традиции первоклашка дала первый звонок. А как прощальный подарок прогремел над школьным двором и последний вальс выпускников. Школьный дар с выпускной Время пришло расставаться С нашей школой родной Вам все кружа попрощаться В знак расставания с родной школой одиннадцатиклашки выпустили в небо белых голубей и воздушные шары. Эти ребята обязательно вернутся и в родную школу, и в родное село, чтобы приумножать славу своей малой родины. Екатерина Фарисея Ермакова, Руслан Зубарев. Программа «В ритме времени». Специальный репортаж. Руслан Зубарев. Продолжение следует...